всем привет это канал о вязании крючком меня зовут василя в данном мастер-классе мы свяжем красивую шапку узором соты в следующем мастер-классе мы свяжем под данную шапку снуд также я планирую связать под данный набор митинги с таким же узором сразу скажу на шапку потребуется один моток пряжи и на снуд также один моток пряжи если захотите связать также митинги то необходимо будет взять конечно три мотка пряжи пряжа у меня ализа лана голд классик цвет пряжи 166 100 граммах 240 метров 51 процент акрил и 49 процентов шерсти шапку я вязала крючком номером 5 также нам понадобится пластиковая игла с большим ушком для того чтобы мы смогли собрать макушку шапки данная шапка на размер 55 57 глубину шапки вы можете регулировать отворотом но если вы захотите сделать меньше отворот или связать детскую шапку то можно изменить вот эту длину отворота вот эта часть от макушки до конца основного узора она будет неизменной здесь у нас 16 с половиной сантиметра и отворот 15 сантиметров для вот этой части я набирала 30 воздушных петель для отворота 26 петель вот эту часть как раз где 26 петель вы можете регулировать сами допустим набрать меньше воздушных петель для отворота набираете 16 то тогда соответственно поменяется у вас глубина шапки и рядов соответственно провязать необходимо будет меньше уже ориентируясь на окружность головы набираем цепочку из воздушных петель делаем петлю провязали и первую петельку я не затягиваю я ее тоже считаю это у меня будет первая петля далее 2 3 и так далее мы набираем 56 воздушных петель вот я набрала 56 воздушных петель далее делаем одну петлю для подъема вяжем во вторую петлю от крючка вот первое во вторую вводим крючок и провязываем столбик без накида то у нас первый столбик далее в следующую провязываем 2 следующую 3 и так далее я провязываю всего 26 столбиков без накида вот я провязала 26 столбиков и вот эту вот петельку мы ее отметим маркером когда мы будем вязать следующий ряд с этой петли у нас уже пойдут столбики без накида далее мы провязываем 6 полустолбиков с накидом делаем накид на крючок вводим следующую петельку и провязываем все три петли на крючке вместе снова накид следующую все три петли вместе и так провязываем 6 полустолбиков с накидом вот мы провязали 6 полустолбиков с накидом следующие 6 петель мы провязываем 6 соединительных столбиков мы вводим крючок вытягиваем петлю и сразу же ее провязываем через петельку на крючке это соединительных столбиков таких мы провязываем тоже 6 провязали 6 соединительных столбиков далее провязываем 6 полустолбиков с накидом следующие 6 петель мы провязываем 6 соединительных столбиков вытянули через петельку и в конце у нас остаются 6 петель 1 2 3 4 5 6 их мы не провязываем далее в конце мы делаем одну воздушную петлю переворачиваем и провязываем второй ряд во втором ряду мы провязываем 6 соединительных столбиков далее 6 полустолбиков с накидом и так провязываем все последующие ряды мы будем вязать за заднюю стеночку полупетли вот она задняя стеночка вот у нас идет косичка за задние стеночки будем вводить крючок и провязывать вяжем со второй петли от крючка и провязываем 6 соединительных столбиков столбиков с накидом и провязываем 6 полустолбиков с накидом и провязываем 6 полустолбиков с накидом и снова повторяем провязываем 6 соединительных и 6 полустолбиков с накидом до маркера вот так у нас уже получается это у нас будет изнаночная сторона а вот это вот у нас лицевая сторона далее вот мы довязали до маркера здесь у нас уже провязываются столбики без накида также за заднюю стеночку полупетли провязываем столбик и здесь сразу же также мы отмечаем маркером вот эту вот петлю и провязываем до конца у нас получается здесь 26 столбиков без накида в конце осталось провязать две петли вот петелька и здесь под наклоном одна петелька находится не забываем ее провязывать вот это у меня 25 столбик и последнюю петельку мы провязываем не за заднюю стеночку полупетли а захватываем обе стеночки и также провязываем столбик для того чтобы у нас край был ровный далее будем вязать третий ряд снова делаем одну воздушную петлю переворачиваем и также со второй петли от крючка мы провязываем 26 столбиков без накида там где у нас маркер мы провязываем последний столбик без накида перевешиваем маркер на следующий ряд здесь у нас будут начинаться столбики без накида это мы делаем для того чтобы каждый раз не считать здесь вот 26 столбиков далее в третьем ряду мы провязали 26 столбиков далее мы провязываем 6 соединительных столбиков далее провязываем 6 полустолбиков с накидом накид все три петельки провязываем вместе далее провязываем 6 соединительных столбиков и 6 полустолбиков с накидом вот я провязываю в конце 6 полустолбиков с накидом у меня 5 провязываю 6 и далее мы должны провязать вот сюда 6 соединительных столбиков мы должны сейчас это соединить здесь мы находим вот здесь вот у нас идет вот такая вот с края перемычка вот она сбоку мы сюда вводим крючок находим следующую петельку вот у нас осталось раз два три 4 5 6 воздушных петель вводим петлю вытянули петельку и эту петельку протягиваем через две петельки на крючке далее вводим следующую провязываем получается уже второй соединительный столбик третий четвертый пятый и последний шестой вот таким образом у нас получилось здесь сужение это у нас будет макушка далее провязываем четвертый ряд также делаем одну воздушную петлю переворачиваем теперь провязываем также со второй петли от крючка 6 соединительных столбиков провязали 6 соединительных столбиков далее провязываем 6 полустолбиков с накидом если посмотреть с этой стороны вот у нас как бы здесь полный лепесточек а здесь видно что у нас лепесточек не полный провязываем 6 полустолбиков с накидом далее 6 соединительных столбиков снова 6 полустолбиков с накидом и 6 соединительных столбиков до маркера довязали до маркера и здесь мы начинаем уже провязывать столбики без накида их у нас до конца 26 провязываем до конца и в конце не забываем последнюю петлю мы захватываем обе стеночки полупетли провязываем столбик вот я провязала 4 ряд до конца вот у нас такой получается основной узор и здесь мы провязываем резинку это будет отворот шапки далее мы в конце всегда делаем одну воздушную петлю и начиная с пятого ряда ряды повторяется пятый ряд вяжется так же как и первый то есть мы провязываем здесь резинку 26 столбиков без накида далее 6 полустолбиков с накидом 6 соединительных 6 полустолбиков 6 соединительных столбиков и в конце 6 петелек у нас остаются снова здесь делаем одну воздушную петлю и повторяем ряд 6 как 2 и так провязывается у нас узор я хочу вам еще раз показать место где мы провязываем и спускаемся вот здесь вот вниз и соединяем 6 петелек получается мы провязали ряд здесь у нас ряд из 6 полустолбиков с накидом и вот здесь вот внизу есть с края вот такая петелька вот заводим крючок под нее далее находим следующую петлю смотрите здесь у нас провязано вот она следующая заводим за крайнюю дужку косички вытянули петлю и провязываем через 2 петельки на крючке это первый соединительный столбик далее в следующую вводим провязываем 2 3 4 5 и когда провязываем 6 также мы захватываем обе стеночки полупетли все мы провязали 6 соединенных столбиков снова воздушная петля и пошли вязать также как и четвертый ряд мы провязываем вот я провязала здесь у меня 72 ряда самый последний ряд у вас должен закончится как четвертый ряд вот смотрите мы провязываем по 4 ряда у нас узор идет вот у нас одна сота есть два ряда и вот следующее еще два вот он наш узор из четырех рядов получает вот эти вот две соты вот таких вот у меня пар вот раз два три 4 их у меня всего 18 ряд заканчиваем как четвертый ряд для того чтобы у нас вот здесь вот при сшивании сошелся узор вот смотрите соты идут ровно сейчас мы будем соединять вот здесь и я рекомендую прошить ее где-то до середины шапки и вывернуть получается то у нас отворот вывернуть и примерить чтобы вы точно уже понимали подойдет вам такой размер или нет а затем уже далее прошиваете и стягиваете макушку сейчас мы будем сшивать вот у нас это лицевая сторона а вот изнаночная смотрите здесь у нас идут вот такие вот бороздки сшивать мы будем шапку по изнаночной стороне поэтому ее переворачиваем находим здесь крайнюю петлю и вытягиваем кончик нити теперь смотрим вот по этой стороне мы вводим крючок в каждую петлю вот здесь вот вот смотрите в каждую петельку вот у нас идут такие перемычки вот в каждую петлю будем вводить крючок а с этой стороны вот у нас идут здесь косички мы будем захватывать только заднюю стеночку полупетли вытянули и провязываем соединительную петлю далее в следующую вводим за заднюю стеночку и через петельку на крючке старайтесь сильно не затягивать чтобы не стянуть шов вот я прошила половину не забудьте примерить вот с этой стороны если у нас будет идти вот такой вот отворот здесь вот этот шов не так уж и заметен как бы здесь идут такие же бороздки а вот с этой стороны если вывернуть на лицевую здесь шва не будет вообще видно и далее мы прошиваем до макушки затем я уже покажу как ее стянуть прошиваем также по изнаночной стороне продолжаем в конце оставляем кончик нити для сшивания вот наша петелька продеваем сюда кончик и затягиваем здесь теперь мы продеваем нить в иглу и вот здесь вот по кругу мы собираем петельки вот захватываем петли и так проходим по всему кругу собрали все петли и теперь шапочку стягиваем сильно не тяните стягивайте аккуратно и затем как стянули с тем в нескольких местах необходимо еще прошить у нас получилась вот такая вот аккуратная красивая макушка и также у нас не видно шва вот здесь вот у нас здесь все ровненько вот наша шапочка надеюсь вам все было понятно остались какие-то вопросы пожалуйста пишите в комментариях не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной а как у